Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня у нас интересная тема, которая волнует многих, это секс. О том, как вообще заниматься сексом, и нужен ли он вообще, и как сохранять осознанность в сексе. Очень много есть вещей, которые сейчас открываются, касающиеся взаимодействия мужчины и женщины. Ну, сейчас уже сексом называют отношения между мужчиной и мужчиной, и женщиной и женщиной, и там секс с собой, секс с животными, и очень много всего сюда приплели. Но на самом деле английское слово секс означает пол, то есть по-русски это половое взаимодействие. То есть когда мужчина и женщина взаимодействуют, начиная буквально там с отрядов, поцелуя, объятий, это уже идет как раз половое взаимодействие. То есть сексуальные отношения, когда мы говорим о том, что мы любим друг друга, нравимся друг другу, это и есть наша сексуальная тяга. Когда цветок раскрывается, это тоже сексуальное такое взаимодействие, да, то есть у одного есть пестики, у другого тычинки, они опыляют друг друга там с помощью ветра или насекомых, или пчел, или каким-то другим образом. Это все и есть, это взаимодействие. То есть природа, она тянется к тому, чтобы вид продолжал размножаться. То есть род, вот как раз у нас недавно было видео о роде, то есть что такое род, да, он как раз продолжается благодаря этому половому взаимодействию. Но мы же часто сводим секс к удовольствию, да, то есть не просто это у нас размножение, да, как это в принципе задумано природой, а это удовольствие, то есть потому что это приводит к выработке нейромедиаторов, гормонов, и мы чувствуем себя совершенно иначе, да, то есть мы чувствуем какое-то такое возбуждение, прилив сил, да, то есть такое какое-то состояние очень такое яркое, необычное, да, то есть оно сродни каким-то очень таким глубоким переживаниям, особенно если люди идут глубоко, они любят друг друга, и у них это не просто физические контакты, а это контакт души, вот, и тогда это происходит трансформация, то есть вот это именно взаимодействие, которое мы называем сексом, оно как раз предназначено для трансформации, то есть, конечно же, первая очередь это продолжение рода, но что такое трансформация? Трансформация это когда мы можем быть открытыми друг для друга, как в медитации мы открыты перед собой, или как в молитве мы открыты перед Богом, то в сексуальном взаимодействии мы открыты перед партнером, и поэтому когда мы, к примеру, проводим тантру, то там на первую ступеньку становится открытость, то есть посмотреть партнеру в глаза, прикоснуться, почувствовать его, вот этого многим не хватает, осознанности, то есть люди часто занимаются сексом неосознанно, то есть они как бы, ну, скажем так, ныряют туда, и сам половой акт происходит часто быстро, то есть мужчина может быстро окончить, а женщина не получить какого-то, ну, скажем так, удовольствия в этом процессе, то есть это происходит почему? Потому что мы неосознаны в нем, то есть мы не идем глубоко, мы не осознаем каждый момент, да, а если бы мы делали это, мы начинали бы вот такого какого-то взгляда, поглаживания, прикосновений, какого-то такого чувственного вот такого взаимодействия, то это было бы все совершенно иначе, то есть мы бы сначала почувствовали друг друга, а потом уже вступали в какое-то глубокое соприкосновение, да, то есть, поэтому сексуальное взаимодействие это не только проникновение члена в вагину, это гораздо-гораздо больше, это все, что окружает вот этим ореолом, то есть это то, что вот идет за чувственными восприятиями, то есть когда мы прикасаемся друг к другу, когда мы чувствуем друг друга, целуем, обнимаем, ласкаем, все это и есть сексуальное взаимодействие, поэтому, когда вы осознаны в этом, то это будет на порядок выше и на порядок вы будете понимать совершенно другое, то есть вы будете понимать, что происходит с вами, что происходит в вашем теле, в уме, вы будете больше присутствовать в этом моменте, поэтому перед тем, как заниматься любовью, заниматься сексом, просто посидите какое-то время в медитации и посмотрите друг в другу в глаза, потом начните медленно прикасаться к друг другу, чувствовать друг друга, чувствовать не зрением, а руками, осязанием, прикосновениями вы можете закрыть глаза, вот, и побыть в этом моменте, то есть почувствовать друг друга, как вы, возможно, никогда раньше не чувствовали, а потом уже постепенно приходить к более длительным прикосновениям, поцелуем, объятиям, и вот так постепенно идти в этот процесс, тогда этот процесс будет у вас гораздо глубже, и вы будете осознавать и себя, и партнера в этом процессе, то есть вы будете чувствовать себя и партнера, и этот процесс будет у вас приносить вам не только удовольствие, он будет вам приносить трансформацию, то есть вы выйдете уже из этого процесса совершенно другими, то есть мы именно так это делаем, так входим в секс, так входим в тантру, потому что это о том, как быть осознанным и как действительно помогать и себе, и партнеру трансформироваться. Попробуйте, сделайте такую практику, а потом опишите, что у вас получилось в комментариях, или можете написать мне лично, все мои контакты будут под этим видео. Поэтому я провожу такие трансформационные практики, которые направлены на исцеление, исцеление сексуальное, на исцеление психическое, на исцеление физическое. На самом деле это все взаимосвязано. Поэтому когда мы исцеляем ум, исцеляется и тело. Когда мы исцеляем что-то в теле, то зачастую и в уме это тоже происходит исцеление. Поэтому кому интересна эта тема сексуальности, открытости, пишите мне в комментариях или прямо в личные сообщения. Я постараюсь вам отвечать и провести бесплатную консультацию или трансформационную практику, то есть это будет необходимо, где мы сможем действительно исцелить те зажатости, те зажимы, которые есть у вас в сексуальной сфере. Если это фрегидность или какая-то холодность, или наоборот, какая-то необузданное желание секса, это все можно исцелить. Я знаю это на собственном опыте, потому что исцелил это у себя, исцелял у многих других женщин, мужчин, то есть помогал им двигаться на пути к осознанности, к исцелению. Поэтому, друзья, я буду рад вашим комментариям, пишите мне. И, конечно же, если видео вам понравилось, поставьте отметку «Нравится», палец вверх и колокольчик для напоминаний о новых видео. Если не подписались на канал еще, то подпишитесь. И мы увидимся совсем скоро в следующем видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok